Глава 6 под заголовок 3. Проблематичность поддержки Западом умеренных в кавычках арабских режимов. Запад в какой-то мере это признает, когда он оправдывает продажу огромного количества оружия арабским режимам, которые считаются умеренными. Западные лидеры говорят, что мы должны усилить этих умеренных, чтобы подавить экспансионистские устремления экстремистских режимов. Но таких государств нет на самом деле, потому что все оружие в мире не превратит слабые государства, вроде Кувейта и Саудовской Аравии, в государства, способные отражать атаки такой державы, как Ирак, армия которого в 20 раз больше их собственной. Можно вооружить умеренных в кавычках с головы до пят, и все же у них не будет зубов в кавычках. Это правда раскрылась воочию в войне в Персидском заливе, после многих лет снабжения Соединенными Штатами и Западной Европой, Саудовской Аравии, передовой военной техникой на миллиарды долларов. И Кувейту это никак не помогло. Только прямое военное вмешательство Соединенных Штатов спасло его из лап Саддама Хусейна. Напротив, политика продаж западного оружия умеренным в кавычках арабским режимом создает огромные скопления разрушительных инструментов для использования будущими фанатиками, которые однажды могут свергнуть существующих правителей, как это сделал Каддафи, прозападному королю Идриту в Ливии, Хамини, иранскому шаху, и шейх Аль-Тураби Джафару Нумири в Судане. В последнее время на Западе растут опасения, что аналогичный процесс вот-вот произойдет и в Египте, и американская разведка выразила серьезную обеспокоенность способностью президентам Убарака преодолеть исламский фундаментализм в его стране. Арабские тираны посредством грабежа также могут получить оружие, накопленное их соседями, как это сделал Саддам Хусейн в Кувейте, или из-за всевозможного давления на своих соседей, которое вынудит их передать им это оружие. Из всего этого следует однозначный вывод. То, куда направляется поток мощного западного оружия, не обязательно является конечным местом, где это оружие будет найдено завтра, и цель, для которой оружие предназначено сегодня, не обязательно является целью, для которой оно будет использовано в будущем. Единственный верный результат накопления этих огромных запасов оружия – это укрепление веры ненавистников Израиля в то, что средства уничтожения еврейского государства действительно существуют в арабском мире. Чем больше арабские страны получат оружие, тем более усилится в арабском мире экстремистская уверенность, что единственное, что сдерживает их победу над государством Израиль – это разобщенность, царящая в их мире. Многие арабы считают, что Израиль не в состоянии справиться с гонкой вооружений, которая происходит сегодня в арабских странах. Единственный недостающий фактор, по их мнению, для достижения исторической победы над сионизмом – это могущественный правитель, который возьмет всю эту силу в свои руки и использует ее. Таким образом, западная политика продажи огромного количества сложного оружия различным элементам арабского мира является явным соблазном для авантюристов, подобных Саддаму Хусейну, попытаться объединить арабский мир силой оружия и воплотить обновленное видение Салада-ад-Дина. Выяснилось, что такая политика Запада напрямую помогает ослабить сдерживающий фактор против диктаторов на Ближнем Востоке и подрывает усилия по установлению мира в регионе. В своей пропаганде враги Израиля оправдывают нынешнюю политику Запада и указывают на агрессивный характер Израиля. Эта факт заявляют они, что Израиль много раз сражался с ними с 1948 года. Трудно поверить, что кто-то на Западе воспринял бы такое напрасное заявление, особенно проследив войну в Персидском заливе ночь за ночью. Иракцы наносили ракетные удары по израильским городам, в то время как граждане Израиля в противогазах были заперты в комнатах, защищенных от химического нападения, и помещали младенцев в специальные защитные сооружения. Конечно же, в Ираке не было никакой провокации со стороны Израиля. И тем не менее, правительство Израиля выполнило просьбу Соединенных Штатов и не ответило на агрессию Ирака, чтобы лишить Саддама Хусейна какого-либо предлога помешать военным усилиям союзников. Нет более конкретного примера агрессии в кавычках Израиля и серьезности опасности, которую Он представляет для арабского мира.